Всем привет! Большой привет! Я на свежем воздухе, считайте, недалеко уехала, всего лишь в лесу, но отлично, настроение отлично. Что такое счастье? Счастье это что? Это вот эти минуты, секунды счастья, а большое счастье это совокупность этих минут. Так вот я всем желаю, чтобы этих минут счастья у вас было много-много-много и вы были счастливы. А я хочу сегодня, знаете, о чем поговорить? Как же следить за руками, когда у нас есть какая-то дача, а у некоторых огород, и нужно там что-то копаться, рыться, делать грязную работу, а завтра утром идти на работу. А даже если я не иду на работу, то мне неприятно, чтобы это было. Значит, первое, что я сделаю, перед тем, как я пойду копаться, даже вот свои цветочки там буду сажать, я возьму мыло, обычный кусок мыла, и вот так вот возьму это мыло, и так это поскребу его. И вот это все мыло у меня войдет вот в стол пальца, между ноготками, под ноготочки. Значит, уже я ноготочки, в какой-то момент я их защищу. Нет у вас мыла, берите надо что. Берите воск со свечей, но лучше всего вам, конечно, мыло, потому что мыло потом смывается, и все отлично. И, естественно, желательно, конечно, всю работу делать в перчатках. Есть специальные перчатки, да, для уборки огородов специально, есть тряпочные перчатки, да, не надо. Вот, и в этих перчатках нужно, конечно, делать максимум работу. Но они тоже набиваются пылью, в резиновых перчатках руки запариваются, но без перчаток будет еще хуже. А затем, когда вы всю эту работу сделали, вы моете. Лучше всего, вот я знаю, самое хорошее средство, особенно это касается не только женщин, но и мужчин, у которых работа связана с грязью, допустим, какими-то салами, маслами. Вот, ну, разная работа есть. Значит, возьмите и что-то постирайте. Берите любой порошочек, добавляйте любой отбеливатель. Ну, как я говорю, у меня немножко ваниша, что вы хотите, ли персолька, что у вас есть. И постирайте хотя бы носочки. И вот стираючи, вот это именно руками, вытрете, и очень хорошо все-все-все вот это отходит. Вот. Не помогает это, потом уже пойдем будем делать ванночки. Но это обычно чудесно, чудесно помогает. Постирали, постирали, отлично помогает. Можете добавить, допустим, порошок и нашатырный спирт, и ручки будут более мягкие, и вся эта грязь отойдет. Средство проверенное, на себе проверяла. Не полениться, даже мужчина взял носки и стираю до тех пор, пока руки не станут чище. А потом, естественно, ополаскиваете хорошенечко и наносите крем. Вот. Очень хорошо отбеливает ручки, что это ванночка из уксуса. Если боитесь брать столовый 9% уксус, возьмите и разбавьте его, конечно, один к одному. Водичка с уксусом, тепленько, и ручки опустили, и отчудесно отбеливает. Вторая ванночка. Возьмите перекись водорода. Возьмите хорошенечко перекись водорода. Возьмите мыло. Или возьмите что? Я люблю, допустим, пользоваться не мылом, а или шампунькой, или жидкое мыло, или гель, или пенка. И обильно, такая пена, чтобы была хорошая пена, перекись водорода. И вот это возьмите, щеточка. Есть маленькие щеточки. И хорошенечко, хорошенечко. Вот так вот с щеточкой пройдите по своим ноготочкам, щеточкой. Вот так вот прошли, прошли, прошли. Помылись. Умылись, как я говорю. Ручки просушили. Полотенечко. И увидите, что все вот это у вас выйдет. А потом сделаете себе манитюрчик, возьмете пилочку, возьмете там себе, что у вас есть. Там подчешете, там это вот подпилите, и все будет хорошо. Ну что, дорогие мои, это счастливая минута. Давайте будем собирать счастливые минуты в общее большое-большое счастье. Всем вам здоровья и огромного счастья.